Смотрите до конца, в конце будет конкурс. Баски, я тату. Всем привет, меня зовут Елена Баски, и сегодня мы с вами поговорим на тему, почему же татуировки не могут оставаться такими же насыщенными и контрастными, как сразу после нанесения. Чтобы это понять, нам нужно обратиться к физиологии. Каким образом пигмент вообще остается в коже, спросите вы меня. Рассказываю, все мы знаем, что наша кожа постоянно обновляется, и в течение дня мы теряем до 40 тысяч клеток в час. Ну, сколько есть, может, у тебя больше клеток. Просто представьте, 40 тысяч, но наш кожный покров никогда не заканчивается, и мы не сможем увидеть место, которое находится под ним. Все потому, что отслаивается эпидермис, это верхний слой кожи, а мастер закладывает пигмент в дерму. Этот слой состоит из коллагеновых волокон, нервов, желез и кровеносных сосудов. Каждый прокол иглы создает малюсенькую ранку, из-за чего в наш мозг поступает сигнал, что у нас началось воспаление. Воспаление не очень звучит, но это факт. И клетки иммунной системы отправляются к месту прокола, чтобы побыстрее его залепить, и никакая зараза уже не могла туда попасть. Эти клетки, естественно, воспринимают пигмент как чужеродный, и пытаются побыстрее его сожрать и вывести через мифатические пути. И должна признаться успешно, хотя, конечно, большая часть остается замурованной в клетках дермы. Слышали? Замурованной! То есть, как бы внутри, в оболочке. Плюс все это дело затягивается эпидермисом, а у него тоже есть своя плотность. Чувствуете, к чему я веду? Представьте, что кожа – это своего рода калька, то есть у нее есть своя плотность и свой цвет. И если мы представим, что тупировка находится под этой кожей калькой, то получается такой эффект типа фейт. Типа такая дымочка вокруг. Типа такой заполонила все. Снук-дог рядом стоял, такой покурил, короче. Кстати, если неумелый мастер поработал только в верхнем слое под названием эпидермис, такое, кстати, с перманищиками часто бывает, то тупировка через 20-30 дней исчезнет практически полностью. Может быть, там останутся какие-то точечные, не знаю, что-то типа пунктира. Но это из-за того, что он не смог правильно рассчитать слои. То есть, что-то он попал в эпидермис, что-то в дерму, и получилась какая-то хреновина. Вот именно поэтому мехенди держится всего 2-3 недели. Чем чаще вы моетесь и смываете из себя этот роговевший слой, тем быстрее все это дело сойдет на нету. Ну да ладно, вернемся к нормальным пацанским татухам. Итак, все ясно. Пигмент замуровался, татуировка зажила, через месяц она посветлела примерно на 5%. Так почему же они и дальше продолжают меняться? А потому что наш организм не сдается. И медленно, но верно, макрофаги продолжают дробить пигмент и выводить его из организма. И это на протяжении всей жизни. И самый активный момент происходит именно в первые полгода после проведения процедуры. И в этот период очень важно не загорать, потому что солнце провоцирует процесс регенерации кожи. И если вы все-таки собираетесь пребывать на солнце, обязательно ухаживайте за своими татуировками и мажьтесь кремами с высоким солнцезащитным фактором. Особенно, если вы хотите обладать на своем теле татуировкой в стиле реализм или акварель. Попробую объяснить. Я уже говорила вам про кальку. У нас есть два изображения. Первое – это девушка в стиле реализм. Второе – это графичные узоры. Теперь положим сверху кальку. Так будет выглядеть ваша татуировка через год. Это портрет. И вот так будет выглядеть татуировка через год, если вы делаете узоры. Я ни в коем случае не отговариваю вас делать реализм. Я просто предупреждаю, что за ним нужен очень тщательный уход. Вам нужно обязательно загораживать его от солнца и делать периодические коррекции раз в 5-10 лет. Тут уже зависит от самого контраста. Кстати, обязательно обращайте внимание на этот самый контраст при выборе мастера. От этого непосредственно зависит живучесть вашей татуировки. Говоря простым языком, контраст – это то, как противопоставляются друг другу яркость и цвета. Почему считается, что цветные татуировки выцветают быстрее? Все дело в том же контрасте. Когда кожа обволакивает частичку пигмента черного цвета, то контраст остается сильным. Но если пигмент будет оранжевый, желтый или бежевый, то он может почти пропасть. Особенно, если вы загорелый. То есть, если ваша кожа по тону совпадает или даже темнее пигмента. Если вы темненький, то забудьте про цветной реализм. Ваш вариант – только черно-белые татуировки. Именно поэтому голубые цвета часто мигрируют в бирюзовый. Потому что оливковая или загорелая кожа имеет желтоватый подтон. И он смешивается с нашим голубым цветом, и получается вот эта вот непонятная история. Вернемся к главному правилу татуировки. Чем больше контраст, тем дольше вам не нужна будет коррекция. Но. Есть мое любимое но. Детализация. Почему мастера так не любят татуировки размером с ноготок? Или мелкобуквенные надписи? Да все из-за тех же макрофагов, что бы их. Именно они продолжают растягивать пигмент как бы немного в сторону. Из-за чего при ближайшем рассмотрении контуров татуировки, вокруг есть легенькая тенюшечка. Легенькая, как перышко ангел. Все это индивидуально. И скорость возникновения этой тенюшечки зависит от личных особенностей организма. Я сейчас говорю про хорошо выполненные татуировки. А не когда вам мастер захерачил по локоть контура, и все это превратилось в зашрамированную хрень. Давайте, например, представим себе самолетик размером с сантиметр. На фотографии есть куча фильтров, выкручена резкость, и смотрится он, конечно, великолепно. А теперь он зажил. Сверху положили как бы кальку, плюс этот микро маленький тенюшечный подплыв. Как вы думаете, на что это будет похоже через несколько лет? Какой через несколько лет? Уже через месяц это будет похоже, блин, на крестик, как будто мама вам сказала молоко купить. Конечно же, его можно перекрыть, но будет обидно, если вы не задумывались об этом с самого начала. Вот пример с надписью. Ее невозможно откорректировать. Даже не буду объяснять почему. Просто невозможно. А вот что можно скорректировать. Несмотря на то, что прошло уже три года, все равно понятно, что это змейки. И мы можем просто поподробнее проработать чешую, и татуировка будет смотреться как новая. Если вы сделали татуировку портрета, вам обязательно нужно сохранить оригинал фото, чтобы мастер спустя года мог его откорректировать. То же самое касается всего реализма в принципе. На всякий случай храните все, как мой папа. У него есть отдельная комната для этого. Акварель. Есть очень много вариантов акварели, которые смотрятся просто потрясающе при правильном освещении и красивой продающей подаче. Но большинство из них через год будут смотреться как какое-то заболевание, или как будто вас муж побил. Все в синяках, в зеленых расплывах, каких-то красных покраснений. Есть другой вариант. Если у акварели есть контура, на которой все строится, тогда через года, когда она побледнеет, ее можно будет спокойно откорректировать. Коррекция детализированных работ. Например, в моих работах всегда большая детализация, но они всегда строятся на главных контурах, которые при желании можно спокойно корректировать. Именно они и дают все направление татуировки. И как бы не менялись детали со временем, суть останется все той же. А вот если все забубенить ровным слоем, одинаковыми контурами, без сочетания чистой и закрашенной кожи, то со временем все это превратится в какую-то синюю кашу. Непонятную, неразборчивую и некорректированную. Йо-йо-йо. Закончить всю эту тираду я хочу теми стилями, которые вообще не нуждаются в коррекции. Подчеркиваю, при правильном расположении, размере и выборе мастера. Это классическая Япония, не путать с японскими мотивами, орнаментал, традишнл, некоторые его называют американским стилем, нео-традишнл, это как уже прогресс традишнла, некоторые виды графики, крупная абстракция и арбрют. Все это не говорит о том, что не нужно делать ничего другого, это ваш выбор. Но вы должны знать все особенности перед тем, как менять свое тело навсегда. С вами была Елена Баски. Татуируйтесь качественно и не забывайте нажимать лайки, подписываться, бубенцы, там все короче, как мы обычно говорим. А мы никак не говорим, потому что мы не умеем говорить. Мы не умеем говорить нормально, мы лажаем и оставляем вам. Итак, конкурс. Кто из вас мои пирожки самый наблюдательный и напишет первый в комментариях, что изменялось в течение видео на нашем фоне, тот получит эксклюзивный мерч от моей студии. Зырьте в два глаза.